короче на улице минус 14 всех привет в новом аду с новым обзоре вы наверное думали что автогиена в новом аду уже там сделать квадрокоптер взрывающийся уже там будет режиссер джеймс камера нет не будет этого к сожалению мы еще к этому не пришли и не подразбогатели поэтому сегодня наш новый первый обзорчик в этом году это volvo cx 90 легендарная машина на уровне bmw x5 в принципе да за главным словом скажу была моя мечта приобрести себе такую машину вот реально всегда хотел покататься почему-то x90 не попадались либо я внук сильно долго занимался консервными банками по 100000 рублей эту дрючку мы купили за 300 тысяч рублей я сейчас вам сразу с истории начну чтобы ну не ждали вот это сопли жевания все будет очень быстро и демократично на улице минус 634 градуса по этим цельсиям короче увидели объявление 350 тысяч рублей торговались торговались не выторговали 50000 рублей несчастных короче автомобиль был в типа в идеальном состоянии проблема одна шумит коробка автомат ну думаю ну шумит коробка чином первый раз продавать шумящей коробкой шумит да и пусть шумит ролик может шуметь а вдруг ну то есть осознанная дума а вдруг ну мы на мелочи едем как обычно выдернем бонус ну бонус короче мы не выдернули сразу это тоже быстро вам все это рассказывать короче приехали хозяин такой честный я все знаю про эти боли вы всю жизнь жил с вольвами у него в кровати наверно тоже вольво лежит понимаете маленькая миниатюрная он живет с этой воли ну по его рассказам короче шумит коробка мы сели прокатились ну принципе симптомов неисправности коробки не было в этой тачке ну ладно окей хорошо до москвы доедет как фильме брат 2 до сан-франциско доедет ну мы думали гадали но 300 300 думаем ну ладно там может поменять насос позвонили насос 15000 там замена ну ладно в полкиник выйдет 350 тысяч классная цена для этой машины потому что рынок это 400 450 тысяч этих швейцарских карбованцев вот короче мы приехали ну не приехали мы выехали наша продолжительный путь составлял где-то 4 километра ну то есть в бугор она уже не поднялась вообще мы ее старались вы видите сейчас посмотрите да как мы старались этого друг она поднять наверх мы его разгоняли тормозили история была очень необыкновенная в этих кладках обязательно сейчас посмотрите в кладке обязательно вот эти вот видео как происходил процесс забирания вот этого сука дрюка поймете сейчас короче пробуем так сейчас на третьей передаче ее разгоняем здесь по кружку потом она должна будет подняться наверх если она не поднимется наверх то я жду когда ну он скатится обратно ко мне да и все нет он не преодолел бугор поэтому скатывается ко мне обратно вот так и живем не матюкай сука это кобелья женщина вот короче мы ее толкали так что очень многие люди они просто не понимали кто это вообще ну кто едет за рулем это понятно мой товарищ который ехал сзади да он знал что машина буксует и на бугор ей тяжело подняться соответственно ее надо подтолкнуть но когда ты ее чуть-чуть толкаешь коробка как-то еще едет машина то есть не пробуксовывать то есть люди наблюдали знаете какую картину короче люди наблюдали картину следующую каждый раз когда я забуксовывал под бугор на этой машине это было на перекрестках люди наблюдали картину как какой-то чувак сзади просто выбегает из машины со своей и начинает толкать вольву и она едет чтобы понимать вес этой машины около трех тонн он садился обратно уезжал и когда я опять на бугор перестал ехать он опять выбегал среди пробок короче машины все дела он опять выходил с машины опять подталкивала я короче уезжал то есть в теории люди думали кто этот чувак вообще который тупо левый выбегает посреди проезжей части толкает вольву садится и уезжает то есть вот такая картина была перетяжки транспортного средства короче дальше дальше мы привезли этого дрюка на нам сказали все коробка не очень огорчились огорчились и огорчились коробка нам вылилась 100 тысяч рублей будь здоров подвинься это бушная нашу коробку нельзя было перебрать потому что но хозяин нас очень сильно очень много обманул ребята и вот сейчас такая знаете маленькая пауза собственник вас больше обманет чем перекуп поверьте это на личном опыте проверено знаете почему потому что когда ты приезжаешь ты думаешь собственник куплю это святой человек он не оба он же собственник и вот такие собственники обманывали не один раз меня ну слава богу я как рыба из карася могу выйти из положения данный выход был самый тяжелый на самом деле это самая тяжелая тачка что она вломила на 100 тысяч рублей на этой машины 400 тысяч рублей но надо хоть 20000 хоть заработать а какой 400 уже 420 она бензин жрет она эвакуатор жрет все жрет поехали волеват цикс 90 2005 год 2 и 9 битурбо я даже не знаю с чего начать в реалии в реалии это крутая тачка ну мне оказалось до тех пор пока она мне не появилась это самая худшая комплектация на мой взгляд 2005 году да нет они раньше выпустили 2002 году выпустили вот этот cx90 я прочитал одну статью что компания volvo дала серьезный ответ компании бмв x5 то есть в принципе они ну полагаясь на все технические конструкции которые были придуманы бмв они решили дать ну такой серьезный ответ на эту тачку ну с ответом конечно слабо вот честно а у этой машины есть что-то лучше чем у бмв но и у этой машины также очень много чего хуже чем у бмв вообще вот это самая конча вот ребята запомните 2 и 9 битурбо это конча конча потому что здесь стоит 4 ступенчатая коробка под названием унитаз потому что она форме унитаза 4 ступени на 2 и 9 битурбо 272 лошадки это абсурд что вы же дети сибирского помета ставили нормальные коробки айсины 5 ступенчатые нельзя что-то было сюда поярче засунуть чтобы вот эти две турбины как-то выдавали поинтереснее ну плиткость этой машины нет компания volvo она вообще ни хуя не думала она сделала просто есть volvo с 80 98 года битурбо 272 лошадки 40 тысяч на хуй на 40 тысяч налога у этой машины понимаете и они сделали так ну типа мощная машина ну можно из этой мощной старой мощной машины засунуть этот старый двигатель старую коробку поехали поехали и мне кажется до 2000 им дай фору они в 2020 вот такую же бы выпускали вы это знаете что компания джили когда вы купила этот бренд да и она стала уже работать над дизайном и мы сейчас видим очень прикольные дизайны у компании volvo но до этого компания volvo шведские вот эти вот девочки и мальчики думали иначе ну типа зачем менять формы зачем делать там что-то усиливать не надо усиливать все тоже засовываем только нового года выпуска ну и все зачем тебе там две 272 лошадки едет до едет все хватит зато тебе удобно ты поехал на рынке на вторичке купил volvo восьмидесятку себе за 80 ковришек потому что она уже ну просто нагрец никому не нужно что-то канал наш да не клеится ребята даже сука здорово на другое место пришлось нам переехать потому что за задрынкали там сходить всякие прохожие люди короче смотрю на эту машину и не могу понять что же я хотел сказать такого вот поэтому про моторы то есть volvo ничего не придумала но мне нравились такие персонажи которые я встречал они там чиповали это двигатель я не знаю что там чиповать в этой машине чиповать нечего вообще вот запомните если вы хотите из нее сделать какой-то turbo с спорт от винта с этой комплектацией не получится есть еще комплектации 2.5 с одной турбинкой 210 лошадок одно и то же что наверное на рено дастер сесть вот это газ в пол сзади тебя толкают и ты потихоньку развиваешь скорость с теми же так же конечно я видел есть r-версии есть 4.4 есть такие пожирнее может быть там что-то может здесь не знаю нагрец они придумали этот спорт потому что спорта здесь но ничего не выжимать это машина создана для тихих семейных поездок две турбины тоже не пойму на хрена для семейных поездок засунули есть хорошее качество в этих машин то что они могут быть 7 местные вот сюда можно добавить два места потому что багажник вообще вот в этом ты заходишь люстру повесил маленький диванчик себе в багажнике клад сел все там можно да место есть третий ряд класс семейный вариант да но 40 тысяч налога на эту машину вот этими вот козлячим мотором то есть он не показывает тебе свои 272 кобылины потому что вес не дает но и движок как бы ничего нового там не придумано поэтому ни о чем вот в плане если вы хотите взять пострелять на ней где-то покрутить нет полный привод отвратительный потому что он здесь передний подключаем для меня это не внедорожник для меня полный виду вот за что мне понравится это то что полный постоянный привода есть каены которых это здесь нихера не переключается здесь какой-то хах на х я какую-то штучку поставили которая типа интеллектуально она подключает твой привод нахер она мне не надо потому что я съезжу минус 20 и это кобыла вонючая но нихера не показывает себя на дороге там устойчивость у нее нет она и как будто бы и хрен на собаку положили и поехали понимаете вот и все вот и такая больно что касаемо салона да ты садишься туда вы сейчас увидите это да красивый салон хорошая кожа кожа бизона долго живущая быстро играющая она может с тобой поздороваться прошу она до сих пор живет с 2005 года ну живее все же сейчас блять автобус этот нас есть не все аж страшно мне стало вот это нормально ебать надо автобус себе купили вот тебе полный привод сука 6 16 ведущих колес а это нет это шлак честно я немножко расстроен я реально хотел эту тачку она мне нравилась я но я являюсь одним из не одним из тех я являюсь ну как бы мне нравится мне нравится бмб старый мне нравится волевый мне нравится audi старый все чем я занимаюсь из того что все что мне попадает в руки мне нравятся эти машины но конкретно cx 90 не очень не очень понимаете что в 2005 году но можно было что-то добавить даже в рестайлинг который не сделали нихера шиньки не добавили ничего нового вот поэтому поэтому за главный мой вердиктовый ответ стоит ли ее брать эту нет ну 40 тысяч налога ребят куда 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 и за что она же также будет ломаться и ты плюс еще и за налог будешь скидывать нет нет не взял бы не взял бы даже бы за 300 тысяч рублей в нормальном состоянии на перепродажу до себе но вряд ли если вы конечно олигарх но я не думаю что олигарх будет себе выбирать такую машину за 300 тысяч рублей орет не покой на налог если ты конечно не будешь предберегать каким-то махинациям чтобы они платить оформлять там на инвалида на многодетную семью или же просто снять ее с учет и так на ней гонять ну вот и да а так но нет недооцененная на я бы сказал свое время да это может быть было топ машина сейчас я скажу так что не что 2005 года есть много чего ярче купить за эти же деньги она точно также будет ломается все точно также комфорт езды до салон да ну то есть качество я не буду говорить что там что-то модернизировано космическое есть там потолок с этими созвездиям центуриона у тебя наверху нет все обычно в стиле вольво конструктивно ну так дорого-богато можно так сказать по-шведски поэтому поэтому я бы не рекомендовал и если честно погонять покататься до большой хороший шифонер у меня неплохой дизайн относить если в черном цвете на него смотришь она очень симпатичная эта машина эту тачку мы взяли ну то есть по кузову она ровная зеленчит как и свежий пятачок шпаклей нет там только крышка багажника чуть-чуть подшпаклевана ну и дверь у нас там коцну на притертость ну так а так все конечно да при выборе таких машин вот какая касаемо вольво да у них будет хорошее состояние ну потому что в принципе их берут нормальные адекватные люди ведут на них размеренный там образ жизни и тогда вот поэтому они будут хорошем состоянии кузовном ну в других состояниях будете уставать и учинить рейки и раздатки хайлмекс это ты который интеллектуальный раздаватель раздаток и так далее то есть эта машина будет конечно вам потрепывать нервы один плюс от того что это один из единственных моторов бедуру который я встречал может какие-то еще есть но эта машина не ест абсолютно масло то есть если ты подойдешь сюда подходил на черептира и дело так левать да тут коты могут жить а а выхлопной трубе вот знаете могу хоть писюн там пополоскать нету ничего вот чистая рука короче эта двигатель реально не ест масло реально не ест и его пробег я знаю что хозяин на ней встегивал как бы он мне не рассказывал и вот я еще раз хочу вернуться к тому моменту когда мне вообще понравились две вещи когда уточняют сколько хозяев и когда вот эти звонят любители а птс оригинал вот у него самый первый вопрос птс оригинал не последнее время кажется что есть какие-то эти отряды которые ищут оригинальные птс машин им похер какая-то машина будет но если птс оригинал надо брать вот похер тебе на все птс оригинал все беру беру эту машину и они берут вот реально меня доканывают эти товарищи которые постоянно хотят птс оригинал птс оригинал нет напечатал на принтере его не оригинал подделка вот вот это вот бесит и бесит знаете что еще мне бесит когда вот так вот читаешь описание я четвертый хозяин по факту было два вообще ну а в жизни один вот а на самом деле там написано 9 хозяев но все пять хозяев это переписывали сестру на брата с брата на сестру на родственника всякие машинизарные когда начинает придумать когда письма начинает писать вот эти знаете перекупщики когда мне пишут я так еще высыкаюсь когда я закончил автошколу я бедный студент там из швейцарии закончил автошколу денег немного последний хрен без соли доедаю вы не могли бы мне случайно уступить 100000 рублей это представляете вот это падла мне я и вот четыре часа читаю вот и слезы уже сам чуть ли слезу не пустил 100000 рублей ему уступить вообще именно бывают такие а знаете еще скажу классную схему люди вот не ведитесь на вот такую хрень если вам попадется что делают приезжают смотрят вашу машину обсирают с ног до головы фу говно помойка тут косяк там косяк даже не торгуются разворачиваются уезжают потом они приходят к двум случаем первый случай это звонят и говорят ну мы так прикинули ну надо тысяч сто пятьдесят сто уступить ну вы же знаете сколько косяков а ты сидишь и же тебе столько говна наговорили и начинаешь думать а не продать ли им эту машину ну блин у меня столько косяков и так далее либо же начинает со всех аккаунтов с других написывать тебе о том что что-то не так с твоей машиной уточняет нет ли косяков туда-сюда ты знаешь что тебе уже приехали указали на все твои косяки ты начинаешь тебя морально давят понимаете тебя морально давят а потом через день через два когда тебя машина повисит начинает добивать ценой бывает присылать двоих троих людей которые смотрят обсирают смотрят обсирает чтоб ценник упал ты уже такой грустный печальный и отдаешь уже лишь бы отдать потому что думаешь ну правда машина наверно уже очень хреново поэтому таких вариантов очень много очень много привлекает как разводят начинает там указывать что у тебя машина кривая ты не собственник там ты не можешь на ней ездить вот начинает такой развод там всякие рассказывать это очень и ну смешно и абсурдно короче задняя часть воли вы очень тоже такая симпатичная она тоже не менялась по 12 год точно фары только они перекинули там что-то таки и все поэтому поэтому такая вот так все подмени короче вот мы и в салоне ехали и приехали что мы имеем мы имеем классную вообще вот эта тема мне нравится тут подушечка подкачана тут папку твою приподымет тут и твою сутулую собачью спину тоже выровняет если надо в этом прикольно но она конечно на крутилочки это но лучше на крутилочки поверьте дольше прослужит чем это бы было бы электрон конечно тут электропривод там три положения три памяти все дела ой какая-то кнопка тут есть прикольно но не нажимается почему-то ладно короче вот такой дизайн дизайн как и во всех вольво на те годы был красивый но не красивый короче обычно вот и садишься и в принципе вот воля а консоль консоль вот это не чем-то напоминает volvo s40 нового поколения но не но там пятых шестых годов в принципе консоль уже была такая же короче особо тоже не парились кожей хорошие обшили вот это вот штучка нормально здесь центральный сабвуфер у нее стоит по музыкальному оформлению эта тачка очень прикольно реально мне нравится у нее нормальная музыка реально если колонки не убитые штатной музыки принципе хватает магнитола ну такая чисто жалко тетриса сюда не добавили можно было бы в тетрис бы сидеть играть вот в теории можно было подключать телефон но это какая-то гнилая комплектация есть еще комплектации с люком естественно кто дарит чтобы не пристегнулись в этом космическом корабле под названием volvo поэтому едьте на свой страх и риск потому что машина это естественно она очень безопасно это же volvo вот что что это естественно не отнять мне нравится вообще самые классные самые классные вот это вот как они ремни безопасности они самые прикольные volvo не знаю какие-то шикарного материала есть разных расцветок они всегда удобненькие всегда вот так вот четко отстегиваются пристегать то есть в этом плане они молодцы у нас есть складывание зеркал анти там какая-то заносово есть вот эта штучка мне нравилось у компании volvo что они сделали вот эта штука отвечает за качество воздуха то есть если ты стоишь пробки и на тебя за впереди тебя стоит консервная банка у которой уже сдох двигатель и она тебя падла коптит то эта машина автоматически перекрывает заслонки и ты дышишь тем чем ты дышал в этом салоне вот это конечно крутая вещь поэтому поэтому больше нихера не придумали в этом дрючке пристегнуться надо то сейчас пиликать будет бля поедем прокатиться подвеска 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 мягкая сочная жирная спелая вон сейчас чуть-чуть на дорогу наведим сейчас мы дадим маску раздатка накрылась ебать приехали все пиздец блять тормози нахуй нас раздатка накрылась плыли 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 и приплыли это походу раздатка трахнула или кардан по ходу надо обзор будет переснимать теперь через неделю блять когда мы еще раздатку нахуй отремонтировать ну типа давай казни меня уже полностью чем мотор от отшлёпнуть до осталось ему ну что надо на сервис разъехать покатались далее аску это ненормально что с раздаткой этот падла нас обманул и на раздатку лучше ты силиконовую грудь себе поменял так вот бери на вот это подстало подстало всех поставки шой за 4 миллиона так ставите сейчас мы еще раздатки поменяем потом в эту главное потом если чё вот это тарахтело да все пиздец татари ну подвеска мягкая хорошая машина комфортная на дальние расстояния удобная проезжали хрень ты блять маржовый сумка хорошая удобная машина для спокойно езды он битурбо тебе наверно и на ней разогнется нельзя ни хера подписываемся ставим лайки и я начинаю работать в этом аду и выкладывать больше обзоров